Друзья мои, всем привет! За мною находится Рижский залив. Я нахожусь на реке Гауи. Я думаю, что для латвийских рыбаков это место более чем известно. По ловле окуня это место даже культовое. Сегодня с Полиной, Полина у нас на заднем плане, будем ловить на отводной поводок. Основная снасть по окуню здесь, на Гауи, в Устье, это отводной поводок. Но, ребята, заранее ставим лайк, потому что сегодня отводной поводок будет немножко нетрадиционный. Дело в том, что местные рыбаки ловят на отводной поводок не с силиконовыми приманками, червячками, рачками и прочим, а они насаживают... Сейчас, внимание, секрет, ребята. Может кто-то знает, может не знает, но для меня это было открытие пару лет назад. Так вот, местные ловят здесь на отводной поводок, насаживая не силикон, а... Сегодня специально заехал в рыболовный магазин, не поленился и купил навозных червей Дендробена. Сегодня будет, ребята, отводной поводок с навозными червями. Сегодня ловим окуня. Погнали! Червяк действует. Маленькие, но... Друзья, сегодня мы рыбку берем нашим мамам, поэтому не обессудьте. Сегодня не получится пацифизма. Ты довольна? Ты обловилась? Я крайне довольна. Отпуск удался. Я разрыбилась, или как это, разловилась? Обрыбилась. Обрыбилась. Судя по всему, ребята, пацифизм будет. На рыбалке девушка. Отпускаем. Просто нам сказали брать мясных, а это еще не мясное. Давай, давай. Бульк. Пошел. Классно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа. Этого берем. Как зажевал-то. Ну вот и у меня окунек, ребята. Потихонечку расклевывается. Сложно понять, какого размера он. А вот и он. Опа, 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 опа. Ну вот, ребята. Окунь, червь. Отводной поводок. Ничего гениального. Светленький, ребята. Заходной. Это Балтийский. Окунь из Балтийского залива. Тот, что местный, он черный. Красота, ребята, как блестит на солнце. Волшебная рыбка наших вод. В нашей семье прибыль. На сколько цвет наеврик тебе? Я отбиваю червяков, на которые ловлю. Ничего себе крючок он поставил. Класс, блин, супер, смотри, я тебе реально уже готовая снастка. Отличный твист, продавай в сумку. Все домой. Все в дом. Молодец, хозяйка. Какая услуга? Платная, платная. Ты есть телефон, вызываешь девушку, она приезжает на пляж, на озеро, на речку. Мажет и выезжает. Мажет и выезжает. Ну как просто мажет и выезжает? Расценки смотрите под видео. Ссылочка на девушку под видео. Какой ужас. Ты так, что ли? Ребята, поклевки одна за одной. Одна за одной. Упустила, что мне казалось, что это кто-то большой. Но нет. Просто вот такой красавчик. Хоть в аквариум пускай. Кто молодец сегодня? Я молодец, я тебя обыграла. Еще не вечер. Этого домой. Буквально парочку слов о снасте. Еще до покупки матчевой удочки, катушки, у меня была мысль, ребята, половить в устье Гауи. И не только в устье Гауи. Именно длинной матчевой удочкой, длиной от 3 метров до 4 метров на отводной поводок. На больших реках, на широких реках, очень актуальны длинные спиннинги. Но зачастую длины спиннинга даже 3 метра не хватает для очень дальнего заброса, чтобы достать рыбу с самых дальних бровок или интересных мест. Вот и сегодня я специально взял с собой матчевое удилище. Это фирма Браунинг. У меня уже был обзорчик на нее небольшой. И катушечка также Браунинг. У меня, кстати, была рыба. Ну, да, бывает. Оставил тонку. Да что ж такое-то? Да нет. Была поклевка. Катушечка также Браунинг. Той же серии. Размер 3000. Очень хорош для дальнего заброса. Ребята, тест этой матчевой удочки до 20 граммов. Она очень-очень чувствительная. Стенки, бланка тонкие. Были поклевки окуня буквально прямо в руку. Суть в чем, ребята. Сегодня мы ловим на двойной поводок, но с живой оснасткой. Устье Гаури. Здесь ширина реки совсем небольшая. Но если мы пойдем назад, там уже метров 200-300. Не важно, что написано на бланке, друзья мои. Не важно. Матчевая удочка, фидерная. Если она подходит под ваши цели, смело используйте. Я знаю людей, которые ловят на фидерные удилища длиной 4 метра над в одной поводок. И прекрасно достают рыбу с дальних дистанций. Пробуйте, экспериментируйте. Не читайте, что написано на бланке. Ребята, это реклама. Это маркетинг. Ловите, чем нравится. Я ловлю. Кайфую. Удочка легкая. Поклевки звонкие. Ловим дальше. Рыбка клюет, ребята. Лето, солнце. Отдыхаем. Вот маленький. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Приятно, ребята, приятно, деликатная матчевая удочка Небольшой, но приятный окунек отправляется прямо в руки к Полине Благодать, ребята, хочешь загорай, хочешь лови рыбу Теплый песочек, теплое море Море с одной стороны, залив точнее Красавица Гауя с другой И красавица Поля посередине На ваших глазах, друзья мои На ваших глазах Хороший, по-моему, ой, неплохой, давит, давит, давит Хороший окунь Сегодня, наверное, рекорд Червяк, мы ничего не скрываем И вот такой вот окунь Ну всё, этого можно и ездить Ам-ам-ам-ам Так и быть Спасадчик Ребят, вы посмотрите, какая благодать Гауя, Устье, а дальше Рижский залив И поле с окунем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Окунь на заброс, друзья мои. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Друзья, потрясающий, потрясающий летний вечер. Красота. Красота, природа неописуемая. Мы наловились, мы зарядились витаминами, мы отдохнули. Ребята, окунь клевал просто буквально через каждые 3-4 заброса. Вытащили, точнее взяли себе 12 штук, штук 20 отпустили. Еще были сходы. Единственный минус – окунь мелкий. Поле даже было жалко брать его. Конечно. Так мы нашли, конечно, ключик к этому месту. Ребят, отводной. Кто смотрит из Латвии, ребята, во-первых, подписка. Буду очень благодарен. Дико мотивирует ваши подписки. Поставьте лайк под видео, я вас очень прошу, если вам не сложно. Кто из Латвии? Ребята, река Гауя. Попробуйте приехать, половить на отводной поводок, но вместо съедобного силикона попробуйте насадить червя. Не обещаю, но может пойдет. Бывали случаи, ребята, что ловили по 10-15 килограммов. Окунь заходит с моря. Море вам видно, надеюсь. И клюет буквально заброс. Ребят, мы кайфанули, мы отдохнули. Июль месяц. Да, круто. Воздух свежайший, сосны, море. Супер. И вам того желаю, ребята. На этом заканчиваем. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. А мы с Полей прощаемся. Счастливо. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok